10 января 41 года Ивану Сатанину исполнилось 19 лет. Полный надежд он строил планы на будущее. А через полгода, 22 июня, его жизнь, как и жизнь всего советского народа, изменилась. Гитлеровская армия вторглась на территорию нашей страны. О начале войны Иван узнал от матери. Пришел домой, отдыхаю там, ко мне приходит мать, говорит, вставай, началась война. Я говорю, как началась война? Да, вот уже немцы, бомбять, города и так далее. И вот так, понимаете, я узнал, что началась война. Через месяц, 25 июля, Ивана и его друзей призвали на фронт. Волею судьбы их отправили оборонять Москву. Молодые и смелые товарищи приехали в столицу Советского Союза. Только вот встретила она их звуком сирен и громовыми раскатами падающих бомб. Мы не знали ничего, нас привезли. Вот и вдруг только загремел, военная тревога, что такое греметь, понимаете. Вот мы, нам сказали, в метро всем. Ну, мы-то в метро прибежали, вот кто-то там закричал, вот ложитесь. Около метро там площадка большая, все легли, вот, все бомбить будут. Вот, ну, а чего, мы легли, полежали, потом кричали, отбой, все в метро. Иван Сатанин попал в 46-й отдельный местный стрелковый батальон Министерства обороны СССР. На себе испытал все тяготы тяжелого военного времени. Иван Петрович признается, поначалу было сложно. Постоянные новости о приближении врага не давали по ночам сомкнуть глаз. Батальон, в котором служил Сатанин, нес особую ответственность. Он охранял важнейшие военные объекты столицы, Центральное управление Министерства обороны, штабы тыла и ВВС. Все военные годы были, вот. Конечно, служба была очень сложная. Вот. Батальон, понимать, был всегда в таком напряжении. Ну, конечно, вы знаете, батальон, он состоит из трех род. Одна меняется, другая отдыхает, а третья уже готовится. Вот. И всегда так мы менялись. Москва находилась на осадном положении. По приказу Сталина началась эвакуация жителей. Обстановку, которая сложилась в городе, словами передать невозможно. К концу октября в столице почти никого не осталось. Какая ситуация была в Москве, вы, наверное, знаете. Как 10 часов вечера боевая трехога. Все понимаете, сирены гудят, шум такой, очень сильный. И на домах зенитки, и такая старая боя, все в ремиде. Ну, что, у нас были назначены боевые посты. Мы все в тревоге занимаем свои посты. Иван Петрович вспоминает, что во время несения одного из караулов пришло сообщение о высадке немецкого десанта. Тогда вместе с товарищем Александром они решили во что бы то ни стало. Защитить столицу, пусть даже ценой собственной жизни. Если, понимаете, ворвутся, ну, прошутисты немецкие будут куда штурмовать это здание, то мы говорили с ним, что мы должны обязательно убить подву, подву немца. Тогда же пускай и нас убивают. Отец Ивана Петровича участвовал в битве за Москву. Он рассказывал сыну об ожесточенных боях, в которых гибло 13 тысяч человек ежедневно. Петр Тимофеевич сумел остаться живым. Он прошел всю войну и встретил победу в Берлине. Его сына Ивана Сатанина хотели демобилизовать после войны, но он остался служить родине. Молодому поколению ветеран пожелал никогда не сдаваться и всегда быть готовым защищать свое отечество. Самое главное, чтобы молодежь была грамотная, чтобы она вся училась. И когда, чтобы они в армию их призвали, вот, шли, уже имели образование. Вот. И были, понимаешь, как сказать, уже состоятельные, вот, были уверены в себя. 75 лет прошло со времен той страшной и кровопролитной битвы. Планом гитлеровцев захватить советскую столицу не суждено было сбыться. Миллионы солдат и добровольцев встали на защиту Москвы, чтобы в мае 45-го праздновать великую победу. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.